РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА Логистическая служба этого огромного предприятия. А поможет мне в этом Михаил Кравцов, начальник отдела логистики. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся с вами на заводе в Гороховце. В 2001 году именно с этого завода началась история холдинга «Шишиджам» в России. За 18 лет в России было построено 5 стеклотарных заводов в Вологодской, Владимирской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Республике Башкортостан. Сегодня все стеклотарные заводы холдинга производят на территории России более 900 тысяч тонн стекла в год. Это примерно 3,5 миллиарда бутылок. Помимо этого у холдинга присутствуют иные производства. Это прямое строительное стекло, автомобильное стекло, посуда. Специфика производства такова, что остановить работу завода просто невозможно. Печь работает круглые сутки на протяжении всего жизненного цикла. Отгружать продукцию нужно постоянно. Иначе, если склад будет переполнен, наступит транспортный коллапс. Масштаб потоков можно понять, представив все заводы «Русджам» в одной локации. И посмотреть на входящие и сходящие потоки. Очередь из автомобилей в таком случае будет составлять 8 километров. Ежедневно этот поток сопровождается организационными мероприятиями и мощным информационным сопровождением. Небольшая заминка может спровоцировать настоящую катастрофу. На площадке может скопиться до 200 машин одновременно. А это как финансовая, так и психологическая проблема для сотрудников. Цифровизация логистики на предприятии «Русджам» стала одним из этапов повышения конкурентноспособности и модернизации экономики холдинга. Поэтому около трех лет назад был запущен совместный проект с компанией «Транспорион». Как работает процесс сегодня, увидим прямо сейчас. Заявки на наш лавод поступают ежедневно от наших клиентов. С помощью базы «Транспорион» мы имеем возможность заказать транспорт в автоматическом режиме, что позволяет нам сократить время на переговоры, телефонные переговоры с нашими перевозчиками. По каждой машине в базе есть вся необходимая информация. Время ее прибытия, загрузки и время отъезда. Валерий Леонов – водитель-дальнобойщик компании «Итека». Не первый раз на погрузке. На этом складе – компания «Русджам». Процесс как регистрации, так и погрузки сейчас занимает гораздо меньше времени. В Гороховец Валерий прибыл из Новосибирска. Все быстро, подъезжаю к своему времени. Далее машина попадает в руки диспетчера. Приходит водитель, подает мне документы, какие нужно, два техталона водительская. Я открываю программу «Транспорион». Если все данные у меня сходятся, машины и прицепы, я его заношу, ставлю ему время и все. Скажите, а сколько времени отводится на регистрацию? Минуты, если все правильно, все красиво, минуты две-три. Ряд наших крупных заказчиков работает на ТМС-платформе «Транспорион». «Транспорион» является нашим партнером. Здесь мы видим тоже определенные точки роста. Например, нам бы хотелось получать заявки из «Транспориона» напрямую интегрировать в нашу систему внутреннюю, чтобы избежать человеческого фактора внесения данных. Также руководство компании «Тека» вышло с предложением «Транспориону», чтобы создать некий рейтинг перевозчиков. Что это даст? В первую очередь, это сервис для ваших конечных заказчиков. Заказчик может выбрать сразу топовую рейтинговую транспортную компанию, которая оказывает качественный сервис, которая собственник автопарка. И это будет служить, в частности, альтернативой какой-то проверке своего контрагента. То есть, создав такой рейтинг транспортных компаний, то есть, конечный заказчик от этого только выиграет, но и непосредственно транспортные компании, которые в топе, они получат новых заказчиков, и уровень логистики, уровень сервиса будет только расти. Изменения видят не только водители. Внедрение электронной очереди заметно упростило жизнь и диспетчерам. Марина, скажите, а вы видите изменения после внедрения электронной очереди? Да, вижу. Намного проще стало. Писанины меньше руками. Все по электронке. Все. Мне очень нравится. И девочки наши, которые смещатся, они тоже довольны этой программой. Следуем за машиной в зону погрузки. Водитель приехал, зарегистрировался у диспетчера. В транспорионе диспетчер ему проставляет время регистрации. Мы, соответственно, сравнивая с транспорионом, смотрим время, на которое он заявлен на погрузку, продукт, который у него прописан, сверяем доверенность, которая во вложении также есть в транспорионе, и запускаем его, соответственно, на очередности сюда, к нам на погрузку. Пока водитель заезжает, Светлана также все это видит в транспорионе, подготавливает ему документы, готовит распоряжение на погрузку. Он приходит, сравниваем документы, водитель встает на погрузку. После того, как физически произойдет погрузка трака, минут через пять он подходит сюда. Как раз это времени достаточно, чтобы завязать или закрыть фору. Он подходит сюда, получает документы, расписывается в них и выезжает с территории завода. Из всех видов упаковочного материала стекло считается одним из самых экологически чистых и безопасных для человека. Сейчас на этом складе около 25 тысяч палет. Это примерно 50 миллионов бутылок. Более 180 видов продукции. Каждый палет под индивидуальной маркировкой. С информацией о количестве бутылок, номере партии и названии. Вообще электронная очередь помогла нам сократить простые транспорты как на стоянке, так и на погрузке. То есть время сокращено. Мы видим заранее, какую продукцию мы будем отгружать. Какой транспорт и количество транспорта, которые должны прийти на склад. Заранее можем подготовить продукцию, тем самым время снижается. Вы видели наше предприятие и имея около 60 тысяч транспортных средств годового оборота, нам действительно очень важно понимать и видеть актуальную информацию для того, чтобы принимать правильные решения. Благодаря внедрению этой программы мы имеем возможность видеть, выбирать данные и принимать соответствующее решение. Что действительно является для нас достижением? Во-первых, мы автоматизировали работу с заявками. Мы существенно сократили время взаимодействия наших операторов с транспортными компаниями. Мы наделили транспортные компании квотами и привязали их деятельность к ключевым показателям производительности. То есть сегодня транспортная компания работает с нами в таком объеме, в котором они качественно предоставляют нам сервис. Чем лучше работает транспортная компания, тем больше объем она к себе принимает. И наоборот, чем хуже они работают, тем быстрее они выбывают из пулу перевозчиков. Значит, вторая существенная вещь и для нас, и для транспортных компаний. То, что очень сильно сокращено время погрузки автомобиля на заводе. И сегодня оно снижено с 14 часов до 3,5 часов. Есть еще один очень важный фактор. Это исключение субъективного фактора из общения между транспортными компаниями и нашими логистами. То есть сегодня у нас есть эволюционный механизм, который позволяет транспортным компаниям быть уверенными в том, что распределение транспортных заявок является объективным фактором и не зависит от персоналей на заводе. Нам действительно важно обладать информацией для того, чтобы наше оперативное управление приводило к достижению наших стратегических результатов. То, что мы сейчас видим и то, что было, это две разные вещи. То, что я пожелаю, пожелаю, чтобы в этот процесс подключились наши клиенты. ИНБФ, ФС, МОСПИВА и прочее. Для реализации данного проекта мы тоже окажем полное содействие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова